Роман, по советской 19 было два комментария. Женщина там вопрос задавала. Что вы об этом думаете? Ну, по советской 19, в общем-то, все уже проговорили, да, с точностью там, наверное, до минут. Дело в том, что даже не буду предыстории все рассказывать. Так получилось, что мы, я и участковый оказались на месте разворовывания муниципальной собственности. Грабежа? Да, грабежа, да. Были взломаны практически все квартиры. Почему я видел? Я проник внутрь, опять же, по согласованию. Все это... С представителем власти. Как согласование, да? С представителем власти. Даже как бы у меня не было никакой мысли. Ну, бывает такое, да. Обнесли целый дом. Обнесли именно вот, да, такое слово есть. Помнишь, что фильм какой-то был тоже там. Обнесли? Что такое значит обнесли? Ну, украли, разворовали, сграбили. Елки-палки. Ты как-то говоришь не по-английски. Английский у вас изобрели, да, а ты на какой-то фене разговариваешь. Ну, ладно. Это пятое. Короче говоря, слушать будешь? Давай, обнесли кто? Обнесли, да, целый дом. МКД двухэтажный, деревянный. Сколько там квартир? Не помню. Сколько у них домах? Четыре? Четыре? Восемь. Шестнадцать квартир, да, по-моему. И сто два подъезда. К слову, там у людей еще имущество оставалось, все вот это было. И он сказал, что со стороны администрации, как участковый, сказал, что со стороны администрации было заявление. Было заявление, что дом подвергается разграблению, разборке. А у нас как бывает? У нас дом разобрали, ни свидетелей, никого. А что это было? Кто разобрал дом? И начинают мне название. Вот вы же заявление дали, да, что дом, допустим, разбирают. Ну, вот это касается Красногвардейский 50А, например. А кто разбирает, вы не знаете. Я вам заявление написал. Я написал заявление. Ладно. Мы отвлекаемся. По Советской 19, такая же схема. Кто-то приехал разбирать, и тут администрация, видимо, почувствовала что-то, я не знаю что. И сообщили в полицию. Полиция приехала, и тут получается, что я при этом участвовал. Раз, тоже смотрю, как участвовал. Ну, не мимо, а там была другая ситуация. Мы ехали на место актирования экологического нарушения. Фактически вам необходимо было составить двусторонний акт. То есть я, участковый, и визирую как экологический инспектор по Хабаровскому краю. И получилось, что оказался на месте вот этого правила нарушения административного пока, да. А получилось, по факту, если разбираться, это уголовное. Там несколько уголовных статей. Разграбление муниципальной собственности. Там можно и особо пробные. Группы элит, там вообще пятая, десятая. Вообще кошмар. Ну и видно было, что там доски подготовлены, двери вынесены. Там видно было, что замки валяются. Замки врезные валяются, поломанные. Замки навесные. Видно, что там вещи. Телевизор там стоял. Что-то еще там такой. Диван там. Ну видно, что нормальные вещи. Не на помойку выкидывать. И кто-то такой посмотрел, связался по сотовому телефону. Подготовка была, да? Да. Подготовка. Ну, конечно, вынести все это. Видимо, что-то не вынесли вечером. Вывести. Вывести, да. И все, как бы, интересно все это так получилось. Все это было задокументировано. И я эти видосы поставил в очередь на следующий день заливаться. А ну, у меня все там с датами, все в интернете, все зафиксировано. Некоторые видосы я по скрытым ссылкам залил на всякий случай еще. Там особо такие тоже откровенные. И что, после подозлили? И после в тот же день, он, говорят, на следующий, но он ночью. В этот же день загорелся. Удивительно. Удивительно, поразительно. Более... А, и все такие там что-то писали, там, своих там чаток каких-то наколенных тоже. Там, вот, Зайцев сфотографировал, и все загорелось. А видео-то на другой день вышло, понимаете? И загорелось. Ага. А потом пожар снимается. И тоже мне видео с разных сторон этого пожара прислали, потому что я тоже не могу быть везде находиться. У меня, в общем-то, и работа, и нагрузка. Они же никогда тебе помогли делать депутатские дела, да? Это да. Боятся сад, наверное, сад. Ну, как бояться? Какой там маркиз де сад? Тогда ты будешь везде. Ну, да, тогда везде. Ну, говорят, что там нам все помогают, помогают, помогают. Но я вижу по работе, как помогают. Я вижу, что у нас город-сад приближается прям к саду. Прям вообще невозможно. Короче говоря, дальше. Я скажу больше. Вот 29 февраля у нас было собрание депутатских. Очень интересное такое, насыщенное. Я спросил, как бы, ну, уважаемое собрание, может, кто-то в курсе, что вообще с Советской 19, что произошло по ситуации, расскажите мне. Я бы вот вам сейчас всем рассказал, всем тем вот шеститысячам избирателей. Я думаю, другим это интересно было бы. Но! Что получилось? Получился такой ответ. Ольга Владимировна Клупина сказала, что это не мы. Это не мы собрание депутатов. Это не я председатель собрания депутатов в Николаевском муниципальном районе. Нет. Это администрация знает. Я говорю, а мы кто? А мы не администрация. Я говорю, а где администрация? Она говорит, ну, в администрации. Понимаете? Я говорю, Советская 73? Ну да. Я говорю, так мы сидим по адресу Советская 73. Дальше развивай. Ну, короче, оказалось, что это популизм опять какой-то. Наверное. Что-то. Ну, прямо вот я смущаю своими такими вопросами. Смущаю, видимо, да. Вот по-советски 19 такая ситуация. То есть это знает администрация. Так он и горел дальше потом. Так он горел. Вот там по версии как? По версии номер один. Пожарные специально ничего не тушили. Ну, что там тоже смеяться? Собак, пожарные все делают четко. Они потушат все. У нас ребята обучены. Скорее всего, там определенные применялись свои схемы. Там есть... Пецсредства. Пецсредства, да. Тут как бы я об этом, скажем, говорить. Я многие вещи знаю, но как бы это не в моей компетенции, скажем. Как это может происходить? Ну, скажу точно, что пожарники отработали от дом. Это... Он представляет собой такой хороший, марионный, возможно, пропитанный брус. Если там прошла вот этот прожик, то все. Он уже пока не отгорит свое, ты ничего не сделаешь. Это и есть такое дело. Рома, а вот я можно привык у тебя, ну, как бы дополнить для наших жителей? Дело в том, что у нас пожарники, я говорю, что они герои действительно. И практика тушения вот таких бараков у них, е-мое, какая. И чтобы его не затушить, это, знаете, надо очень сильно постараться. Или вообще не стараться. Я, скорее всего, уверен, что они его потушили. Потому что людям физически надо сдать смену. Все, они потушили. И он потом снова загорелся. Так получается? Возможно, да, возможно. Ну, я говорю, здесь не берусь ничего утверждать. Я сказал то, что конкретно знаю. Дом подвергся взлому. Ограблению. Ограблению. Группы элит, скорее всего. Опять же, утверждать не буду. Но этот объем одному сделать до него же можно. Так это все будет. Считанное время было, да. Плюс там, значит, дом был не заколочен. Это уже непосредственный косяк администрации. Ну и огонь. Спасительный огонь, да. Он просто всех... Избавил. Вот он горел. От дальнейших. Он что-то горел два дня или два с половиной. Он горел, дымил. Ну, это не центр, как бы, но это... Практически по улице. Это вот это начало города, можно сказать. Нашего цивилизованного, да. Советская, это центр города. Вся советская. Так, что там? Давай, хватит. Давай, что там? Дальше, дальше поехали. Что там по комментариям еще было? По советской девятации. А вот и фамилия Якунова такая сбывает. Что дальше будем сказать? Так, давай без фамилий. Там было дело такое, что я предположил, что здесь... Ну, это такое, как это называется, литературная такая аллюзия. Вот, того, что я предположил, что здесь, как в иностранном фильме, в Божийском, Крикуны, да, такие, это роботы такие, которые поедали человека в другой, скажем так, направленности. Оказалось, что они... Ну, то есть противников. Оказалось, что они живут как противников, так и своих создателей. Такие замечательные роботы. И когда они нападали, они издавали страшный крик. А органику, человеческий материал, который они поедали, они использовали для строения себя. И они стали потом каким-то образом модернизироваться. То есть вот это был тот самый интеллект, который вот сейчас там говорят, что он есть. И вот эти вот Крикуны, они, короче, сожрали все живое. Все живое, все, что важно сожрать, деревья. Они не вооружено, да? Да, да. У кого оружия не было, все сожрали. Они жрали всю органику, я же говорю. Деревья, все там, все, 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 все. Дома там, если они с органиками. Вот поэтому люди жили в скалах. Там, где органики нет, они сами себя прятали там. Жрали чего-то. И причем аналогия тут. Аналогия такая, что вот у нас тоже какая-то бригада, шайка, я не знаю, лейка, там, что там. Диких вот этих вот Крикунов, вот с этого фильма. И такое ощущение, что они здесь. Уничтожающие деревянные Николаевские. Ну такая, кто-то, может быть, скажет, это гиперболизация какая-то или сравнительная характеристика. Я скажу, это всего лишь еще раз. Мною была допущена вполне допустимая литературная аллюзия. А называется это еще версия у некоторых подразделений государственной службы, да? Кстати, вот рекомендую, вот в этом подстаканничке можно замечательные стаканы использовать. Как 1978 года, вот образца, они стоили 4 копейки, так и образца 1900, они практически уже последние были выпускались, 1989. Они уже такие были, более такие подвержены разрушению, когда кипяток привешь. А потом уже, а потом еще была одна версия, версия на ней остановилась. Эти стаканы, они просто никто не дожил. Они такие, может быть, замечали? Они, да, они прям вот наливаешь кипяток, они улыбаются. Взрывается. Да, вот такой. Я таких стаканов штук 200 столовых заставил. Это феномен. Это был феномен. Нас начали, как бы, ну, потому что в посуде бой, одно дело, когда он там, ну, у клиента, другое дело, когда он непосредственно при наливке, они взрывались. Он просто, он стоит-стоит, даже если он пустой, от напряжения хлоп. Ну, я как бы, я сприводичал, а мне потом шеф-повар говорит, это были, ну, такие стаканы. Евгений, я бы позволю прервать, потому что у нас не круглый стол, а у нас интервью одного депутата. Ну, у нас, у нас стаканы настоящие. Будет полноценный разговор, если здесь будет сидеть человек или здесь, и это уже будет такая штука. Ну, у нас все-таки рубрика разговор, да, поэтому, значит, по крикунам завершаем вот этот разговор про эти поджоги, пожарки. И кто-то увидел вот собой сходство с этими крикунами и стали там носиться прям за мной везде там по моим вот этим ресурсам, где что-то печатаю. А где я печатаю? У меня YouTube, официальная страница Одноклассники, официальная страница ВКонтакте. Вот, есть YouTube, я им пока не пользуюсь, есть Dzem, по-моему, за видео. Ссылочки под видео. Ссылочки под видео, да, вот под этим видео обязательно необходимо сделать, значит, под ресурсы. Вот, по ресурсам, вернее, ссылочки на официальные ресурсы. Плюс я также допущен, допущен к модерированию ресурса КПРФ. Это уже отдельное направление, да. Значит, КПРФ у нас официальный ресурс есть на Telegram, официальный ресурс КПРФ на Одноклассниках и официальный ресурс на YouTube. Вот, ну, в основном, пересекается все это с моим каналом. Вот, поэтому, когда что-то идет мимо, в общем-то, я вообще даже ничего не понимаю, о чем это говорится, да. Вот, ну, это отдельно, да, по-моему, там тоже тема это была. Сейчас я договорю, значит, и, значит, вот стали за мной наблюдать тщательно по страницам, в основном, интернет-ресурсы на YouTube. Кто? Вот, некая женщина, которая позиционирует себя, называет себя Анжеликой, то она называла себя полковником ФСБ каким-то, я не знаю, там что-то такое было. Мне вот товарищи сбрасывали скрины, как она там себя ведет. Это та, которая кастрюлю на голову одевает, да, и про быстро рассказывает. Да, я даже такого не знаю, о чем ты таком говоришь. Короче говоря, давай обозначим так. Значит, она увидела, что моя аллезия – это сходство с их фамилией семейных, каких-то там, я не знаю, вот. Так это про эту фамилию, да? Да, 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 и дальше было, знаешь что? Дальше я записал, дальше я записал видос, сделал поскрытый ссылку и отправил ее в органы. Если органам интересно, пускай они, значит, проводят свою политику органов, да, внутренних там органов. Ну, и депутаты, как обычно, всякую херню шлют, куда это там. Да, 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 да. Они еще просто не столкнулись со всеми прелестями ФСБ 131, которая дает замечательные отсылочки на административные преступления, вот по этим ни ответам, ни реакциям, даже на уголовное преступление. Просто это все пользуется по опустительствам. Это непопулярно у нас, бывает, и непопулярно. Очень непопулярно, да. Вот. И давай, я закончу. Все-таки мне третий раз закончить не ты решишь. Уходим куда-то в сторону. Мы еще резюмируем? Нет. Вопросов много, мы не успеем. Успеем. Людям интересно будет. Они забыли уже... Людям будет интересно, если я не поставил вот так вот под видео. И сколько будет вот так, я увижу и пойму, интересно это или нет. Может, это вообще никому не надо. А я про это молчу. Резюмировать. Расселились жители дома. Дом должен был законсервироваться. Во-первых, если бы их расселили, если бы их расселили, они бы вообще были все довольны. И дом этот официально разбирался. Да, я договорил. Ты же меня спросил про этим непонятным комментарием. Резюмировать. Вот. И я записал видео вот этим внутренним органам по скрытой ссылке. Там, где отбиты даты и все, и конкретно видно. Она сказала, это мой муж разбирает. Вот. Я спросил об этом тоже в администрации. Мне сказали, что об этом знает только все администрация. И где администрация, я не знаю. И никто не знает, где администрация. Вот такой вот глюк. То, что ты говорим дальше, продолжай. Да, судно ушло темной ночью. Остался один конец. Вот это тоже ты сказал. Остался один обрубленный конец. И получается дом. Там жили люди. 16 семей, допустим. Их потом там не стало. Но осталось там имущество. И все это было закрыто под законом. Потом это стало грабиться. И этот грабеж, массовый грабеж, был скрыт пожаром. Вот так вот. Этот пожар продолжался долгое время, пока это все. В конце концов, не сгорело. Потому что пожарники отработали я больше, чем уверен, на все 100. Это как люди серьезные, как военные хирурги. А службы правого порядка, как-то вот это все игнорируют. Это, видать, им не до этого. Потому что им не до этого они к этому привыкли. Столько, 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 столько домов такую судьбу прошли. И последний раз. Как ты думаешь, результат будет по твоему запросу? Положите, да. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Здесь необходима серия такая централизованных запросов. И все это зависит от времени. У меня просто страшная перегрузка. Вот. Очень прямо... Ну, появилась системность. Вот. Я опять, да, не отвечаю, не даю, нет. Я скажу, я не знаю. Но выражаю уверенность, что будет. Вот. Вот. Чему-чему не давать обещания пустых. Меня жизнь научила. Вот. Ну, давай следующее. Что у нас? Роман, а ужасная ситуация по заводскому 8. Что ты можешь сказать об этом? По заводскому переулку 8 я получил ответ. Вот. Получил ответ от главного управления регионального государственного контроля и лицензирования. Значит, пришел ответ собрания депутатов Николаевского муниципального района. Вот. Главное управление регионального государственного контроля и лицензирование правительства Кабаровского края, рассмотрев запрос номер 7 от 3101-2024, направляет копию ответа в Николаевскую наури городскую прокуратуру. Вот. Это заместитель начальника управления государственного жилищного надзора, начальник Кабаровского отдела государственного жилищного надзора. Так. Продублировано. Итак, это вот ответ от товарища Борзецова. Значит, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Кабаровского края. Далее, главное управление, рассмотрев обращение депутата, собрание депутатов Николаевского муниципального района Зайцева РСЦ о ненадлежащем содержании общества, общего имущества многоквартирного дома номер 8 по переулку заводской город Николаевск-на-Муре Кабаровского края. Далее, МКД сообщает. То есть, заводской, это заводской переулок 8. Общага. Да, которая стала прямо уже живым мемом. Воплощением братской могилы. Воплощением, да. Короче говоря, сообщает. В связи с тем, что обслуживающие и управляющие организации, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в МКД заводской 8, отсутствуют, у главного управления отсутствуют основания по понуждению какой-либо организации провести работы по текущему ремонту МКД. Понятно, что говорю? Нет. То есть, главное управление, то есть, правительство Хабаровского края не может никого заставить заниматься этим домом. Потому что управляющая компания не назначена. То есть, они не могут давить здесь ни на кого. Понятно? То есть, делать вот на этом уровне не могут. Далее. Вместе с тем, главным управлением направлено требование в адрес администрации Николаевского района Хабаровского края, далее администрация, для обеспечения своевременной организации работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации, либо определению управляющей организации для управления МКД в соответствии с частями 4 статьи 161 ЖК РФ, либо об оказании содействия собственникам помещений в инициировании общего собрания в МКД, а также направлении информации в депутата собрания депутатов Николаевского муниципального района Зайцев РС. Короче, кто-то в меня хочет этим тоже кинуть. И что это значит? Депутата. И что это значит? Смешной такой они тут предлог поставили. Также, ввиду наличия в указанном МКД заводской 8 муниципального жилищного фонда главным управлением в адрес администрации направлено письмо о принятии мер по проведению текущего ремонта МКД. Понятно? Это говорит о том, перевожу с урочего на русский, с верхнерусского на нижнерусский, да? Но если урочи-то могут обидеться. Да урочи не обидятся. Перестань. Перестань. А, ну да, ну да. Извиняюсь перед зрителями. Мы орками других думаем. Короче говоря, необходимо. Этот дом никем не управляется. Он управлялся когда-то Тягушевом, по-моему, М-сервисом. Но это же, понимаете, чтобы вот, там Тягушев чем мотивирует? Правильно он мотивирует, что он не хотел его брать. Этот дом не имеет сборов. Ну платят 2-3 семьи. Ну пускай 4, ну пускай 5 семей. Но там же больше живет. Хотя там большинство домов, вот я видел по визуальному наблюдению. Вечером идешь там, окон совсем мало горит. Где-то, ну может, я уже вам уговорил об этом, по-моему. Четверть там, четверть, четверть, может быть, там заселена масса. То есть по окнам видно, что там никто не живет. Вот. И сбора нет. То есть, ну вот буду я печатать квитанции, да, допустим, омотивировать. Буду печатать квитанции, я больше и страчу бумаги и краски, чем соберу с этого дома. Ну, такая мотивация. Ну, а соответственно, на что делать? То есть, на тебе дом в управлении, а что я делать буду? Я, допустим, собираю денег, да, большую часть денег трачу на ремонт, какую-то часть денег, кусая себе и на зарплаты тем, кто делает, да, допустим, своей командой. Ну, так как у меня и команды толком нет, ну, это вот я с позиции, допустим, тягушевого, да, уничтожим работников нету, они нанимают по мне определенности. Нету, нету. Ну, отчитывая, что там, вот эти финансовые изыски, мы не будем там мутные схемы здесь обсуждать. Это несколько другого уровня вообще вопросов. Факт в том, что нет управляющей компании, управлять некому. И тут очень тоже хитрый хост. В администрацию направлено требование, да, то есть требование, оно должно что сделать? Они требуют, да, но оно же не обязывает, чтобы проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации. Ну, они сейчас объявят конкурс, а никого не будет. Они скажут, мы объявляем, никого не скажут. Ну, опять объявляйте, Зайцев опять нам напишет, запрос там пускай будет не 7, а уже 17 или 77. Все зависит от чистоты этих запросов. Все, как бы, вот здесь, вот, либо, либо вы конкурс организовываете, либо вы содействуете, оказываете содействие собственникам помещения в инициировании общего собрания МКД. То есть, они говорят, уходит человек специально обученный и говорит, давайте делать собрание, давайте делать собрание, давайте, и он ходит. И вот они содействовать могут, так, я думаю, долго, могут, наверное, месяцами содействовать. Ну, а то, между тем, в конечном итоге придет в полную. Как с деревянной обраками, да? Ну, то, что каменное, он так не выгорит до плата. То есть, он не ликвидирует. Ну, там в соседнем корпусе видно уже результаты деятельности. Это вот, значит, вот, что касается, вот, по Советской, по Заводскому переулку 8. То есть, вопрос есть, вопрос, в общем-то, можно было бы решать. Но здесь нужно заходить, чтобы все-таки, все-таки должна заниматься администрация. Потому что на основании, как он называется, устава района, администрация должна заниматься. Район должен заниматься. То есть, это муниципальная земля, фактически. Ну, да. И публичный договор, он в полном праве действует. А, подожди, я не знаю, что это земля, кстати, тут тоже еще дело такое. Собственность, это, если в пределах города, значит, это собственность получается городской администрацией. Муниципальный район. Ну, тут направлено так. Куда направлено письмо? Так. Ну, направлено все-таки оно было на, это же было в собрание депутатов. Все-таки в собрание было направлено. Роман, напомни, чтобы была определенность, какая ситуация вызвала вот этот запрос, твой запрос. Что произошло, что этот запрос появился? Я писал два запроса. Там дело в том, что там в этом... Трагедии. Там была трагедия, там погиб человек. Как? Погиб человек, там было несколько версий. Там одна из версий была то, что человек поскользнулся, там кого-то провожал. Я как бы тоже со страниц тоже... То есть телеграмм мне делали скрины, я посмотрел просто вот на это происходит. Там, кстати, обратил внимание, там еще на интересные штуки мне вот уже присылают. Ну вот, чуть попозже еще скажем об этом. Так, кто там? Здравствуйте! Заходите. У вас нет? Нет, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я не присаживаюсь, я, кстати, вошел к цветочке, привез на завтра, бабушка. На завтра? Да. На завтра у нас будет... О гибели человека и что муниципалитет наш от этого всячески открещивается, используя администрацию ответа, откуда тебе пришел, вот оттуда. Да, что они друг друга, рука, как сказать, руку моют и прикрывают друг друга. Человек погиб. И отвечать за это некому, получается. Там, понимаешь, там, это я сказал тебе одну версию, другая версия, потом буквально она появилась некоторое время, там то, что произошло, произошло 105-е, вернее, произошло действие, которое... Следствие уже ведется, да, понимаете? Да, что там, да, следствие ведется там, что вообще применено... Насилие. Физическое насилие, да. Поэтому, я как бы, я не знаю, мне, мной был дан запрос, более того, мной был дан запрос именно по вот этому вот, по вот этому случаю в прокуратуру. Потому что на основании того, что я вот эти скривны получил с телеграм-канала, я просто, меня это до глубины души возмутило, что вот это произошло. Ну, ситуация вроде как другая. Но люди там проживают действительно в скотском состоянии. Какое там... Условия, я не хочу говорить, хочу сказать в скотском состоянии. Не-не-не-не-не. По отношению, вот, коммуникации люди там в скотском состоянии проживают. Скот, скот в стайках нормальных, у нормальных хозяев проживает намного лучше, я тебе скажу. Ну да, у меня, у меня, у меня вот там просто порядок, у меня порядок, там все довольны. Поэтому, вот, все, что хотелось по заводскому переулку, больше всего. Вот, у меня мои подписчики тоже спрашивают, связь между Леонов, Зайцев, второе, аккаунты. Вот, что ты можешь об этом сказать мне? Это вообще полная ересь. Ну, Леонов, Анатолий Михайлович Леонов. Леонов это фамилия. Леонов это фамилия, ну, Леонов это Леонов. Леонов это глава Николаевского района, Зайцев, это если Зайцев. Ну, Зайцевов тут тоже в городе есть, да? Хотя я знаю, что у меня родственников здесь, в Николаевском районе пока нет. Очень распространенная фамилия после Петрова. Зайцев. Тороев, ну, Тороев, у меня отношение, как вы относитесь к Тороеву, я скажу, я просто к нему никак не отношусь. Вообще, просто, это вообще лицо странное, которое сюда приехало, которое сюда приехало, саботировало там вообще всю работу избирательную. Какие-то там сотрясения пространства, сотрясения воздуха было. Агент влияния. Агент влияния. Какую-то Кобру начали собирать личные данные людей, кстати, взяв на себя полномочия регионального оператора. Казачество сюда подтянули. Где оно? Вообще, я не понимаю, где оно. Где-то, наверное, есть. Выборы какие-то там тоже он пытался. Выборы он просто саботировал. Я же говорю, все его люди, которых он предложил, они просто даже тупо заявление не подали. Так вот, связь второго, Зайцев, Леонов. Я вообще, я эту связь, не то, что я ее скажу, кто ее ищет, это, да, это просто клевета самая настоящая. Это 128 часть 1, если будет зафиксирован факт вот этот, что будет кто-то тыкать. Я скажу еще больше, там, за интересные вот разные аккаунты телеграмные, тоже у нас, кстати, на собрании вот это вот поднимался вопрос. И я скажу вам, я знаю, кто это самое, кто дублирует вот эти вот, вот эти аккаунты. Мне тоже скрины присылали. Там администрация и администрация, и там что-то еще там что-то было, какая-то организация у нас там. У тебя нос чешется, потому что ты простыл или потому что ты врешь? У меня нос чешется, потому что я пытаюсь не врать. Вот. Мне хочется вот на вот этой теме более подробно. Тероев? Подробно, нет, подробно и направлено. Нет, и не Тероев, и не Леонов. Я сказал же уже, Леонов это Леонов, Тероев это Тероев. Если Зайцев там и Тероев там все это совместят, но я тогда скажу, я вообще тогда, я Юрий Гагарин. Ну, а ты, наверное, вообще точно не... А ты, Юрий Никулин. Я посмотрел вот эти вот скрины, которые мне прислали, и я скажу, что вот эти скрины, которые мне присылали, там, короче, пишется тут, что мне тут такие приписывают, такие, короче, куча каналов, по сути, которые, если бы я это ввел сам, я бы, наверное, просто вот только этим и занимался. Вот 24 на 7. То есть, а где нужно посмотреть это все? А телегу открываешь, что там, то самое, и смотри. Ты ссылочки потом сможешь послать там в конце видео? Где нужно посмотреть это? Ну, я... А чтобы эти ваучки разобрались? Ну, можно, вообще-то можно. Почему бы нельзя? Мы с этим вопросы закроем. Вопрос закрыть этим надо. Я скажу, что если, допустим, мне заниматься вот на вот этих вот тележных, тележных всяких там, одноклассниковских, я просто, у меня времени не будет, вообще никакого. Я, между прочим, еще работаю. Да, тебе доставки Староева, конечно, до его этих самых дешевых там. Ну, там свои, это же конкретные агенты влияния. Это вот связь, допустим, скажите мне, связь второе по Скотин и... Как его? Был у нас это? Петр Васильевич... Глова. Не, не. Ну, Глова, который убегал-то. Вы, Волына. Волынский. Волынский. Вот здесь бы я связь тебе, да, интересную бы нарисовал. Психотип у них. Там и психотипы, и более того. А, еще хотел, еще хотел, да. Да, вот, по ответу, вот, 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 чиновники бывают, да. Вот мы вот этот момент, по-моему, упустили. Когда вот говорят, да, вот, а что сделал ты? Что сделал ты? Ты говоришь в адрес какого-то чиновника что-то, да. Вот я, мне не нравится твоя работа. Ну, ваша работа там, да. И он, этот чиновник, переворачивается и говорит тебе, а что сделал ты? Я считаю, что, во-первых, это просто, это просто аморально, вот так спрашивать. Это риторическая демагогия. Да, риторическая демагогия. А, во-вторых, я скажу, почему. Если чиновнику даны, допустим, средства, да. Во-первых, ему даны средства за заработная плата. Достаточно нормальная. Она вот именно входит в те, вот, средние 90 тысяч рублей. Это не медианная зарплата. Средняя. Ну, 90 тысяч рублей у него обычно больше. У него есть средства. То есть, для нормальной жизни, да, в общем-то, вполне комфортно. И даже в Николаевске за сотку можно жить, в общем-то. Дальше, дальше. У него административный ресурс. То есть, у него организация. У него также к этой организации, к этому административному ресурсу привязан финансовый ресурс. И прочая материальная база. Материально-техническая база. И ты должен делать. Я говорю, нет, я говорю о людях. И если, о людях, о чиновниках. Если тебе не нравится их работа, если ты вот едешь, допустим, и тебе вот не нравятся эти колдобины. Тебе там не нравится, что у тебя там дома горят. Тебе не нравится вот это. Ну, чиновник тебе должен ответить правильно, грамотно. Но он тебе говорит, а ты что сделал? Ну, имею в виду неофициальную переписку. Официальные переписки, они, как я уже говорил, по Зановскому 8. Просто берут и сыпят тебе феней вот эти. Ну, по закону вот так. Ну, нельзя, но если хочется, то можно попробовать. Ну, все на уровне муниципалитета должно решаться. Муниципалитет ничего делать не хочет. И вот здесь мы говорим, а почему вы не хотите? Я тебе говорю, а что тебе не нравится? Мы делаем все, что можем, что ты сделал. Я считаю, что это аморально. Либо это аморально. И более того, мой друг Вася Цацкиц сказал бы так. Он бы сказал, что это обыкновенно офисная блять. Это сказал бы Вася Цацкиц. Я просто его, я позову его. Очень интересный человек, кстати, тоже. Одновременно работал в администрации. Это тот, который вместе с Блюхером, да? Почти что. Блюхер был японский покупатель. Я думаю, что родственник. Если тебе говорит какой-то, пускай не офисный работник, другой там какой-то, просто человек защищает там этого офисного работника. Ну, а ты что сделал? Тут другой вопрос. Ну, как что сделал? В какой области ты интересуешься? Что я сделал-то, бляха-муха? Какой? Для людей там лавочки поставил, там или мини-стеллу там метровую поставил. Сказал, вот я, I like it, да? Я люблю этот город. Да не этот город ты любишь. Там был там у нас один. Я люблю этот город. Ты что, больной? Какой этот город? А я вот люблю мой город. А ты какой этот город любишь, если на то пошло? Так вот, я считаю, что если вот так говорят тебе, ну, а ты в какой области? Что я для города? Какие песни написал для города? Какие песни я спел уже городу? Или каким людям я помог написать то или иное заявление, чтобы с них хотя бы не забирали вот этот вот минимальный вот этот вот остаток, минимальный прожиточный минимум. Минимальный прожиточный... На МРОД. Нет, это не МРОД. А МРОД это минимальная... Заработная номера. Минимальный размер оплаты труда. А минимальный это этот, забыл как он называется. Короче, минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум в среднем 25 тысяч. Вот. Если человек получает, допустим, 34 тысячи на руки. Без одежды, без ве... У него должны, ему должны оставлять 24 рубля. Вот эти вот, которые у него, ну, около 25 рублей должны оставлять. А у него оставляют всего 34 на 2, но рубят ровно половину. То есть казачат. А, казачат это полностью, то есть в половине. В половине. Вот. И от 34 ему оставляют 16. Хотя должны оставить хотя бы вот эти вот Путиным обещанные. Но. Тут какая ситуация. Здесь ситуация в том, что человек должен прийти к приставам. Вот. И сказать, ребята, у меня такая-то штука. С ними тоже надо работать через заявление. Чтобы к ним прийти, необходимо заявление от того, заявление, чтобы ему оставляли вот этот прожиточный минимум, который гарантирован президентом. Второе. К этому заявлению ему нужно приложить справочку 2 НДФЛ, взятую с производства. С правительством? С правительством, да. Справочку 2 НДФЛ, взятую с производства. Вот. И справочку, по-моему, с банка еще. Но это уже будет наверняка. Справочку с банка. Вот. И тогда этому человеку остается его прожиточный минимум. Если этот человек имеет на изделение еще, допустим, ребенка, то ему еще к ребенку 25-ку положено, то есть ему положено полста. То есть он берет такие справочки, дополняет в виде саморождения ребенка штампом в паспорте, что ребенок его, что он отец. И дублер еще чем подтверждает. А, ну все, достаточно. У ребенка, допустим, 8-10 лет. Итого, если человек получает мрот, вот 34 тысячи на руки, то с этими справками судебный перестава его деньги не трогнут. А тут маленечко другая штука. Они об этом не знают. Есть нюансы, нет. И люди, если... Атишники, атишники. Это очень хороший отдельный вопрос. Но вот человеку вот так вот простому, да, он говорит, да, меня высчитывают, да, 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 да. Когда они узнают, они очень удивляются, что можно так сделать. Я говорю, ну давай приходи. Ты знаешь, сколько людей пришло по этому вопросу? Никто. Никто. Вот так и есть, да. Потому что я скажу так, я скажу так, я хочу этим сегодня закончить, что люди сами хотят, чтобы ими вытирали пол. Они сами хотят быть ниже в оттерлинии. Это не правда. Вот именно те, кто жалуются, нет, правда. Это эмоции. Вот те, кто жалуются и говорят, вот вы депутаты, вы то и сё. Я сейчас пишу хорошую песню, был бы я депутат, вот. Я бы имел мандат, да. Я вот ее пишу, но я переделаю. Там у меня переделка, кстати, ты мне подсказал тоже одна. Если люди, если люди просто сами хотя бы подойдут и обозначат свою проблему, это уже будет четверть решения проблемы. Я даже говорить уже не хочу. Я уже проговорил 500, 100 плюс 500 плюс 25 тысяч раз. Можете посчитать сами. Пякин говорит одну и ту же празу при завершении интервью. Пякин говорит, да, становитесь социально активными, становитесь концептуально грамотными. Да, я не хочу говорить то, что говорит Пякин, потому что Пякин тоже стал на путь ведомости. К сожалению, Пякиным управляют, как он сам понимает, что это есть. Ну, не знаю, чем его упоили. Скорее всего, управление идет через лидера. А рядом группа та, которую мы не видим, да. Те, которые ложь, правда, да. Что? Где ложь? Где правда? Правда в кустах лежит. Ложь взяли пополам разделили. Вот тебе ложь один, вот тебе ложь два. Где? Что верно? Ты такой, вот это. И первичное сознание. Тебе говорят, не, хорошо. А ты, а ты, первичная материя, да. А как сознание-то без материи будет? Тоня, башкой своей вообще думал, умной кантовской головой. А правда, вот она здесь, вот она в кустах лежит. Ее уже по второму разу, уже все кому не лень, да. Обсморкали и проще. Короче говоря, Николаевск-Наамурин, меня зовут Роман Зайцев. Здесь. Я депутат Николаевского муниципального района по первому избирательному округу. Веду прием каждую пятницу с 15 по 17. С 15 до 17 часов, то есть 2 часа. Можете подходить. Заранее прошу вас, есть на баннере телефон 8-900-14-213-25-59. Звонить по нему не надо. Это номер WhatsApp. Пишите там, согласуем. Напишите конкретно проблему, что, как, когда хотите подойти. Бывают форс-мажоры. Я планирую сейчас командировку рабочую. Поэтому меня, возможно, не будет в эту пятницу. Но WhatsApp активен. Люди направленности. Кому? В социальной направленности, да. Проблема какая? Проблема с расселением. Вопрос решается. Я уже об этом проговаривал. Вопрос экологии. Вопрос экологии. Вопрос слабо, но имеет решение. По деньгам, по прожиточному минимуму. Вопрос решается. Трудовые договоры. Поэтому, пожалуйста. Трудовые договоры договорить, да? Я так понимаю. У нас нарушаются трудовые договоры. Понятие трудовые договора. Да нет. Там другое совсем. Там совсем другое. Человек должен заявить, короче говоря, свои права. Что вот я такой-такой. И бояться? Да, человек свои права реализовать. Затрудняется. Да ему хотя бы для начала сюда подойти. И я просто даже вот за угариваю, у меня такая проблема. Я говорю, можно, да? Я обычно всегда решал проблему на месте. Но сейчас как бы я на месте не могу решить вопрос. Потому что постоянно такая вот жизнь стекает. Она постоянно динамично все меняется. Я постоянно в движении или постоянно на производстве нахожусь. Поэтому, а производство не ограничивается местом официальной работы. В общем-то я могу за телефоном находиться и работать. Или готовиться к экзаменам очередным. Поэтому, каждая пятница вот в 15 по 17 это вот, пожалуйста, это ваше время. Плюс, в общем-то, ежедневно на этот номер WhatsApp напишите. Подумаем, что можно сделать. Желательно, конечно, чтобы это все было вот именно в порядке живого приема. Можем записаться. Можете вообще вопросы озвучить. Вас увидит достаточно много людей. Плюс особо интересные вопросы можно отправить еще выше, собственно. Сейчас интернет, у нас на самом деле нет границ, нет расстояний. Нет ничего, в общем-то, такого. Не нужно ходоков посылать никуда, там, за 3000 верст, за 10 тысяч километров в Москву. Не надо. Можно достучаться вообще до любого кабинета, в общем-то. Есть рабочие алгоритмы. Но ресурс, ресурс, время. Поэтому два часа в неделю, в общем-то, большинство депутатов этого не уделяют. Хотя все работают, все работают. Но я еще раз говорю, посмотрите на результат труда, посмотрите по делам и узнаете их. Я говорю вообще в целом об управлении. Вот я не лезу далеко. Об управлении Николаевским районом я вижу, что происходит. Происходит просто, происходит страшное. Я вам скажу так. Только можно сообща что-то вот решать. Один человек совершенно, в общем-то, ничего не решает. Хотя может влиять на многие процессы. Но, конечно, если он не на войне, да? Если он не на войне, да. Поэтому живем дальше. Смотрим, надеюсь, до следующих выпусков. На этом закончим. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова